Дорогие братья и сестры, в эти неспокойные времена, которые мы все с вами переживаем, безусловно, оставаться в стороне от происходящих как внутри нашей страны, так и за ее пределами, не может ни один православно верующий христианин. Очень многие люди помогают тем ребятам, мужьям, братьям и сестрам, которые сегодня на передовой, те, которые приближают нашу общую победу, туда передаются благотворительная помощь, всевозможные гуманитарные грузы, мирным жителям освобожденных территорий. Но развивающиеся события на передовой вынуждают нас еще раз вспомнить о самом главном, о Боге, о молитве и о уповании на Его всесильную помощь. Ведь сам Господь сказал, без меня ничего же творить и не можете. Как мы хотим добиться победы или успеха в военных делах, если не будем молиться усердно Богу, все вместе, всем народом, всей страной, не встанем на молитву. И вот в этой связи мне хотелось бы пригласить всех вас на предстоящий крестный ход, который планируется провести в городе Краснодаре в это воскресенье, 20 ноября. По центральному проспекту юбилейного микрорайона от храма Рождества Христова. В 11 часов мы планируем провести крестный ход в поддержку воинов, защитников Отечества и наших вооруженных сил России. Причем это соборное шествие людей. Ведь мы понимаем, молитва сегодня самое главное, что может помочь нашим ребятам, кроме всех тех необходимых средств, которые перечисляются и доставляются на передовую. Во время крестного хода будут вместе с народом исполняться тропари, покровителем вооруженных сил, архистратигу Божию Михаилу, потому что крестный ход пройдет накануне празднования святаго архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных, и поэтому ему будут обращены молитвы. Илье Пророку, Александру Невскому, Федору Ушакову будут исполняться тропари, молитвенно обращаясь к иконам Божьей Матери, Казанской, Владимирской, Смоленской, Державной Пресвятой Богородицы. А во время шествия крестного хода люди и духовенство будут читать записки о тех воинах, которые сегодня исполняют свой воинский долг на фронте, в том числе и о раненых. Мы получаем большое количество записок и просьб помолиться о тех, кто сегодня в госпиталях. И вот об этих раненых солдатах и офицерах мы также будем во время крестного хода молиться. Как нам не собраться всем вместе? Скажите, как вместе не обратиться к Богу? Ведь брань наша не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных, так говорит нам Святой Евангелие. И поэтому, пользуясь возможностью, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, этот крестный ход при согласовании властей состоится. И мне хотелось бы пригласить, дорогие братья и сестры, тех, кто верит, тех, кто любит свою страну, тех, кто переживает за то, что происходит сегодня на передовой, не просто переживать в своем сердце и томиться от всевозможных, все новых и новых, совершенно противоречивых, а порой лживых новостей, а довериться Богу и всемогущему промыслу Божьему о нашей с вами Святой Руси, где славится Господь, Его Святые, Божья Матерь, и где в храмах Божьих совершается литургия, которая должна всячески приобщить людей к этому великому таинству. Всем нам нужна сегодня, как никогда, духовная мобилизация. Мы все должны понять, что от молитвы, от исправления собственной жизни очень многое зависит на фронте. Проще что-то туда передать, но гораздо сложнее исправить себя. Каждое воскресенье посещать храм, почаще читать Святые Евангелии, утренние и вечерние молитвы читать непреложно, перед едой и после еды благодарить Бога. И вот если каждый из нас, я не хочу сказать все, потому что внутри нашей страны очень много врагов и недругов Отечества и веры нашей, и вот если произойдет это духовное, внутри страны мобилизация, вот тогда произойдет чудо. И сам Бог вмешается в сегодняшние события и поможет тем, кто искренне, всем сердцем, всей душой и всем помышлением любит его. И ради этой любви готов помогать тем, кто защищает святую веру от всякого зла на территории и за пределами нашего дорогого Отечества. Итак, дорогие братья и сестры, 20 ноября в воскресенье в 11 часов Крестный ход в поддержку наших воинов, которые сегодня на передовой, в поддержку нашей российской армии и в поддержку наших казаков, которые также исполняют свой воинский долг на фронтах. В сегодняшней войне мы помолимся все вместе, дабы победа была за нами. И да поможет нам в этом Господь.